так так я буду стараться у нас сегодня программа эфир выйдет буквально через два часа что так что я буду там в какие-то моменты отводки подводки делать все погнали можем здравствуйте вы слушаете программу союзный вектор я екатерина шевцова сегодня с нами в студии сергей александрович пахомов заместитель председателя комиссии парламентского собрания по информационной политики председателя комитета госдума по строительству и жилищно-коммунального хозяйства здравствуйте здравствуйте светлана комикова главный редактор газеты союзный вечер сегодня с нами здравствуйте ну что мы сегодня поговорим о санкциях о том как все это на нас отразилось как нам жить дальше как нам выстраивать нашу жизнь в таких непростых условиях я предлагаю начать со строительства тема такая для нас тоже актуальная как санкции вообще эту сферу затронули что нам делать дальше вот какие то может быть такие обозримые сроки ну конечно санкции затронули всех нас и строительную отрасль я уж не знаю в какой степени больше или меньше но тоже естественно строительную отрасль в этом участвует конечно требуется требовалась поддержка наверное может быть сейчас уже чуть поздно говорить о том что же было потому что основной удар все-таки произошелся произошел вообще основная нагрузка на эмоционально в первую очередь легла середину весны и мы все это прекрасно помним это легкая паника которая в головах у всех было о том что что будет конечно настрой комплекс не обошла но надо понимать что сейчас трой комплекс это действительно такой достаточно большущий механизм я могу сказать что количество задействованных так или иначе людей с точки зрения рабочих мест строительном комплексе это 10-12 миллионов человек то есть каждое место на стройке обеспечивает 12-15 рабочих мест в смежных отраслях производства материалов и так далее так далее то есть надо понимать что по сути свои 10 процентов все трудоспособного населения здесь задействовано конечно стройка это с одной стороны это государственные объекты а другой стороны это инвестиционные объекты естественные в первом и втором очереди в первом и во втором случае санкции конечно же отразились но государство отреагировало и такой большой достаточно пакет решений по поддержке как и государственных строек бюджетных я имею ввиду так и инвестиционного цикла был принят сейчас уже мы можем фиксировать что эти меры работают если будет желание можем подробнее о них поговорить там перечислить их но то что сегодня стройкомплекс работает то что у нас нет сегодня сокращений больших стройкомплексе то что строители могу сказать что чувствую себя очень хорошо и весело но по крайней мере отрасль сегодня живет держится надо и предпосылок для каких-то серьезных провалов у нас на сегодняшний день нет а это значит что те решения которые мы совместно с правительством принимали и законодательные в том числе они были правильные фиксирую понимание о том что строительные отрасли важные есть понимание о том что не все так хорошо из-за наличия так называемых санкций она тоже есть никого шапка закидательских у нас настроения между в целом государства нету но мы находимся в теснейшем контакте вообще со строителями и поэтому мы чувствуем понимаем и обратную связь имеем о том все таки что как какие наши решения лучше работают какие хуже разные решения есть а вот смотрите вот сейчас последние новости буквально последних дней о том что по отчетам застройщиков упали продажи жилья в некоторых регионах аж до 99 процентов по сравнению с мартом и сейчас нагнетается истерика что производители они боятся начинать новые стройки вот что это заявление временно ли она с чем-то связано я бы вот что сказал знаете вот сейчас период в которой вы мы всем рекомендуем не принимать поспешных решений то есть не покупать на банке рекомендуют не скупать валюту например да то есть не на нем не надо сегодня торопиться вот что-то делать значимое глобально и конечно когда сегодня когда мы еще не фиксируем официальную статистику я не готов я не знаю регионов которых на 9 процентное падение и чего там падает но на сегодняшний день есть одной стороны такая печальная цифра на что ипотеть ипотечных кредитов за апрель месяц было выдано на 75 процентов меньше значит апреля прошлого года очень неприятная цифра ужасно и жутко но она не показательны что сделали граждане когда открылась когда открыли банки процента счета с процентной ставкой 20 любой нормальный человек который бы были средства вот в такой турбулентный неспокойное время чем держать их дома взял и отнес их на три месяца положил на счет чтобы получить 20 процентов годовых и был абсолютно прав мы фиксируем из к триллионов людей люди там сначала полтора забрали там потом 5 принесли положили в банке это правильное решение граждан о том чтобы не бежать сломя голову вкладывая их во что бы то ни было в том числе и в квартиры ипотеки на них понятно отнесли на счета это одна из причин падения конечно сегодня граждане кто планировал попать квартиру дополнительно задумались о будущем и будущих доходах это тоже есть но по итогам вот одного месяца я бы не стал делать вы потому что например по итогам марта у нас был рост ипотечных кредитов по старым ставкам рост поэтому рано пока говорить но мы сегодня не фиксируем остановок строек до сегодня некоторые проекты отложены но пока это не массовый характер пришел при этом я не подливаю мёда в проблем все масштаб проблем ситуации конечно ставка центробанка 12 процентов даже 12 процентов ставка рефинансирования она не дает возможности бизнесу который у которого рентабельность в принципе там около 15 посетов настройки она не дает вас возможность работать но по крайней мере это уже не 20 до следующий шаг когда будет 10 уже будет веселее а к осени еще то есть мы не унываем но мы четко держим руку на пульсе смотрим как нужно дать например подорожание строительных материалов остановился рост просто остановился но и он во время вот этого скачка в целом значит мартовского цен стройматериал не сильно подорожали они подорожали прошлой осенью ну то есть у нас сейчас эмоции все равно захлёстывают вы как-то вот это как с долларом когда все бросились скупать на пике надо как-то давайте да поэтому сейчас нужно просто хорошо что граждане услышали остановитесь от поспешных решений вернуться ставки скоро в какие-то удобоваримые величины значит ставки по ипотеке кстати сегодня не такие страшные как кажется я вот вам сейчас просто приведу один коротенький пример и вы поймете сегодня покупка квартиры по ипотеке выгоднее чем она была до значит февральских термарк мартовских событий обычная почему значит ну например возьмите город так что родина москву здесь на прошлом летом ставка по ипотеке было по льготной ипотеке было 7 процентов но но рассчитывалось на на 4 миллиона рублей если покупку масле можно купить квартиру 4 миллиона рублей не очень покупали квартиру за условно за 10 4 миллиона вы получали по ипотеке 7 процентов остальное по коммерческим цифр сегодня ставка 12 процентов но мы увеличили объем своего кредита до 10 до 12 миллионов рублей то есть вы сегодня получаете 12 процентов на 12 миллионов раньше у вас было 7 но на 4 то есть на круг если вы накопили деньги и хотели купить квартиру сегодня это выгоднее москве по остальным регионам то есть москва московская область санкт-петербург ленинградская область это 12 миллионов то по остальным регионам и подняли с трех до пяти нельзя сказать что в целом это подорожало до другой дело что сам сами доходы граждан сегодня находятся под вопросом там под некой угрозой да и люди взяли паузу правильно и сделали я думаю что ближайшее время когда все успокоится будущее дальше будет более ясным инвестором видео у граждан на этот рынок наверняк скажешь есть еще проблемы там из банка с выдачи там средств и так далее так далее но в целом я бы не стал сильно драматизировать ситуацию есть шанс да что вот это вот замечательная ставка в шесть половина процентов по ипотеке вернется есть конечно если такой шанс как только ставка рефинансирования позволит нам это сделать это будет обязательно сделано еще раз повторю если взять на круг вот его пример привел квартиру москве стало в целом дешевле скидка стала больше то есть 12 про то есть раньше вы брали получали 7 процентов на 4 миллиона остальное выбрали поставки там 15 процентов то сегодня все 12 процентов все 12 12 процентов если взять на калькуляторе прикинуть это дешевле чем было раньше это в этот такой нюанс на первый взгляд не виден но тот кто сейчас приобретает все-таки квартиру это чувствую ну то есть лучше приобретать если действительно запланировали если отложены деньги если действительно об этом есть необходимость я не отнесли в банк под высокие хотят хорошая тема с процентами прямо вот июль месяц это будет первый месяц показательный на этом рынке потому что ставки значит этих вкладов с высокими процентами кончатся граждане получат свои денежки вот куда они их понесут во что вклад в квартиры либо там я не знаю во что еще либо в продукты это вопрос у каждого свой вот это будет показатель сейчас я бы не стал не стал оценки вот подавать именно пола я напомню что вы слушаете программу союзный вектор сегодня в нашей студии сергей пахомов заместитель председателя комиссии парламентского собрания по информационной политики председатель комитета госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству слава накомека главный редактор газет союзные вечи екатерина шевцова это я вернемся буквально через пару минут одну часть от рук отделяем еще раз я всех приветствую мы продолжаем программу союзный вектор сегодня нашей студии сергей пахомов заместитель председателя комиссии парламентского собрания по информационной политике председатель комитета госдумы по строительству и жилищно коммунальному хозяйству светлана комека главный редактор газет союзные вечи екатерина шевцова это я в прошлой части мы много говорили про строительство про ипотеку насколько государство поддерживает граждан стоит ли сейчас ввязываться во всю эту историю сейчас мы немножко сменим направление вот эта история с санкциями кризис ударил и по рынку труда очень много переформатировалась вот при таком раскладе который сейчас нужны ли нам рабочие руки из других стран из других государств если в этом потребность сейчас ну почему нет конечно нужны может быть она сейчас даже более актуально чем было потому что это кон это конкуренция и конкуренции те ничего плохого количество строек у нас меньше не стало дал а сегодня остановились и мы говорили почему часть инвестиционных проектов но все государственные стройки у нас сохранены мы открываем много новых инфраструктурных проектов почти триллион рублей сегодня правительство в виде очень дешевых и долгосрочных средств направила в регионы то есть триллион рублей на инфраструктурные кредиты в регионы направлен и в течение двух горизонте двух трех лет эти деньги будут на рынке их тоже кто-то должен хорошем смысле этого слова осваивать строители нужны строителей потребность строителях не становится меньше она только становится больше у нас большие инфраструктурные проекты там стройка например одна только стройка трассы москва нижний новгород дальше до челябинска вы представляете какой-то объем работ да там transit тот же самые инфраструктурные проекты в жилищно-коммунальном хозяйстве вот я говорил часа этих почти триллионе рублей это только идет речь об инфраструктурных проектах кроме тех которые были школы сады стройки не остановились мы выделили вместе с правительством почти там 150 миллиардов рублей чуть меньше это средства пойдут на увеличение стоимости строительства то есть для того чтобы государственной стройки социальных объектов в первую очередь не вставали поэтому количество строителей меньше не должно стало остановиться это абсолютный факт будут ли это строители например из нашей близкой братской республики белоруссия с которой у нас течнейшие связи в том числе и по стройкомплексу кстати вы знаете интересный факт сейчас все больше и больше именно белорусских компаний приходит не просто бригады строителей как мы там привыкли говорить да а прям белорусские компании строят объекты у нас ленинградская область большие объекты воронежская область калужская область эти то есть толь тульская тыска строят это хорошая конкуренция на этом рынке почему бы и нет когда это не в нем не мешало рынок не сужается но у нас руководители беларуси он неоднократно говорил что в принципе готовы строить больше белорусы но вот как ты не очень активно берут что надо как-то здесь посодействовать очень активно берут у нас есть государстве важнейшая одна из самых важных сегодняшний день строек космодром восточный официальным документом за подписью президента потому что это все-таки объект с определенной степенью допуска и так далее закрытый объект зато значит туда допущены белорусские компании святая святых о чем мы говорим возможно ли сан григорьевич имеет виду что надо надо и дальше продолжать конечно надо дальше продолжать но это как эта конкуренция сегодня белорусские компании перед иностранными имеют стопроцентную конкуренцию там работают люди которые ментально ментально для нас для всех родные не языковых барьеров не понятийных барьеров уже в понимании по сути своей единого единой страны поэтому сегодня я только с этим связываю в том но в том что кстати с квалификации белорусских строителей что их строится все больше и больше и знаете меня как-то раз задали вопрос сервису runs тоже нет ли политики в том что бла русских строителей смотрится больше и больше вот с намеком на то что приоритет может особое отношение такое мне кажется что белорусские все белорусы было русские строители маш постор поймали мы очень правильную позицию они не ставят под угрозу наши отношения, они просто работают хорошо, они очень конкурентоспособны, то есть никто не паразитирует на этих отношениях. Да и время сейчас не то. Они действительно неплохо работают. По крайней мере, я не слышал системных жалоб на белорусские компании. — Я тоже не слышала. Уж сколько я работаю в проекте ТРУ. Я много и про жилой комплекс «Веснушки» много слышала, уважают, любят и к своим относятся. — Кстати, очень хороший показатель, что сегодня белорусские компании как подрядные организации выходят на инвестиционные стройки. На жилые комплексы тоже привлекают, не только на государственные, но и на частные инвестиционные проекты в качестве людей, которые реализуют их стройки. Привлекаются на субподряд белорусские компании. Это хороший показатель. — Я хотела бы еще сменить направление, поговорить про информационную безопасность. Время такое непростое. YouTube, мягко скажем, недружественно относится к нам, да, и телеканал Белорус тоже страничку заблокировали. В общем, всех уже, кого могли, уже заблокировали. Вот на самом деле, может быть, как-то нам тоже стоит в эту сторону подумать. Как говорили, заблокировать, не заблокировать. Вы как думаете, стоит их вообще обрубить, чтобы в России не смотрели YouTube? Раз они к нам так, то и мы к ним. — Ну, надо быть все-таки профессионалом в этом вопросе, но если на уровень эмоций опуститься, да, вот мне кажется, очень показательная история произошла с Инстаграмом. Ведь очень многие, если не все чиновники, вот еще до недавнего времени были там представлены. Кто-то протокольно, а кто-то действительно имел там, не знаю, у меня около 1015 подписчиков. — Сами вели? — В Инстаграме я никому не позволял руками трогать вообще свой Инстаграм. Я там на сотни вопросов в директе отвечал сам, ни одного даже паскудного комментария не оставлял без корректного ответа. То есть я находился в этом. Но когда Инстаграм занял вот такую сторону, начал придерживаться такой жуткой вообще с точки зрения любого нормального человека политики, то мы ведь из него просто взяли все и ушли, хотя это была тоже небольшая пусть, но все равно часть нашей жизни публичной. И мы просто взяли и ушли, нам стало противно. У нас никто не заставлял, просто это такая волна, которая всех захватила. Мне кажется, если говорить о социальных сетях, здесь, наверное, вот в эту сторону нужно больше смотреть. Вот я смотрю YouTube, бывает. То есть я, например, человек, любящий спорт, я там частенько какой-нибудь просплю в футбольной массе. На следующий день пока в спортзале на дорожке хожу, я смотрю, например, обзор. Но если там выскакивает какая-нибудь гадость из Украины или что-нибудь рекламное, я просто это пропускаю. То есть меня это, поэтому меня не беспокоит. Но если те люди, кто является специалистом по такого рода вещам, по такого рода YouTube, да, и по их влиянию на сознание человека, если они считают, что это уже начинает внести какую-то угрозу, то, наверное, они имеют право предложить такое решение. И мы должны просто к этому будем с пониманием отнестись. Вот мне YouTube не угрожает. Ну, знаете, мы-то люди с вами взрослые, мы адекватные, мы можем воспринимать информацию. Но есть подростки, есть дети, которые не могут еще понять, где их обманывают, а где нет. И им подсовывают, к сожалению, неправильный надо контент. Мне кажется, надо нам все-таки опереться на мнение специалистов именно по психологии проникновения вот этого контента в наши головы. Они нам должны сегодня сказать, взяв на себя ответственность, вот такое непростое с информационной точки зрения время, за это решение. И мы должны просто их поддержать. Я слышал пока, что есть решение не трогать YouTube, там может что-то ограничить, но в целом не трогать. Ну, может быть, оно и верное. Но если будет предрешение о закрытии, то я, по крайней мере, с пониманием к нему отнесусь. Ничего страшного, жили мы всю жизнь без подобного рода структуры и выросли, и живы, и здоровы. Знаете, даже песенка такая есть, когда отрубят Юзюпу группы Биртман. Пророческая уже, да, Свет? А если говорить о более глобальном, что вообще пойти по пути Китая, сделать изолированный интернет? Вообще, Китай особенная страна, и там очень много чего по-особенному. Нам надо исходить все-таки из своих запросов. Я не думаю, что мы, что это правильное решение взять все и запретить. Стоит ли сделать интернет прозрачным с точки зрения, кто там и что пишет? Вот это чуть-чуть менее закрытым с точки зрения персональных данных, я имею в виду, у конкретного человека. Вот с одной стороны, мне кажется, что свободный интернет лучше. Но вот когда у нас где-то, в прошлом летом были выборы, послушайте, сколько же гадостей мы о себе читали. Вот сколько же гадостей во время компании, причем вот это знаменитое, по нашему мнению, мы вот услышали. И, послушайте, ну, а если вот я как-то раз одному человеку, который, ну, по крайней мере, в мой адрес этим промышлял, я ему говорю, послушай, ну, а если вот моя мама это прочитает, или дети мои это прочитают, то есть они не обрят внимания на первую фразу, по моему мнению, там, да, я услышал. Ну, вот эти факты, вы, ну, ничего же святого нет. То есть куда же вы нас толкаете? На какие же реакции? Ну, что же вы потом обижаетесь? То есть, с другой стороны, конечно, ответственность, она должна быть, и мне бы интернет было бы, вот такой анонимность интернета мне было бы совсем не жалко. Вот совсем не жалко. Я бы с огромным удовольствием поддержал идею о том, что интернет больше не является анонимным источником для всякой этой писанины. Но, наверное, тогда он перестанет быть интернетом. Опять же, я где-то на эмоциях это говорю. Но те люди, которые злоупотребляют этой анонимностью, они приближают конец вот этой свободы в интернете каждым своим постом. Это абсолютный факт, и я в этом уверен, что рано или поздно, если это не прекратится, люди, те, кого положено, примут какие-то нужные решения и будут правы, поддержаны. — Вы упомянули про то, что вы, когда занимаетесь спортом, смотрите какие-то трансляции. Ужасно, я могу сказать честно, обидно за наших спортсменов, ужасно обидно за то, как складываются сейчас ограничения в отношении них. Что мы можем здесь сделать, как союзное государство? И вообще, как вы думаете, долго ли нас будут изолировать? И что нам сейчас сделать так, чтобы и спортсмены не потеряли свою какую-то, ну, я не знаю, кураж свою, какие-то свои не растеряли навыки, чтобы у них желание, чтобы они не ушли никуда? Что-то надо как-то помочь же. — Ну, во-первых, мы не должны питать иллюзий. Против нас ведется такая полномасштабная война по всем направлениям. Это значит только то, что наше дело правое, потому что все мы, в принципе, глобально делаем правильно. И то, что президенты, президенты наши сегодня делают сообща, они на правильном пути идет. Война вообще за право России, на этом Белоруссии тоже просто за право быть. Не совместно, а просто за право быть. Поэтому мы сегодня должны жить в этом понимании. И мы должны каждое в своем рабочем месте не просто работать, а служить. Вообще у России и у Руси, которой Белоруссия относится, Белоруссия, вне всяком сомнения, вообще в нас зашита способность, вообще необходимость именно служить, своему государству, друг другу, не просто работать. И именно когда мы служили, когда мы служим, у нас все получается, об этом вся мировая история говорит. Теперь к спортсменам. Во-первых, мы должны их просто сегодня поддержать и просто приходить на все соревнования, которые есть. Когда мы будем ходить на них, у спортсменов будет несоизмеримо более хорошее настроение, чем при любом другом раскладе. Спорт, он все равно для зрителей, существенное в своей части. И вот этим мы должны их поддержать. Больше лично мы, их любители спорта, поддержать ничем не можем. Это правда. Государство делает свое дело, ведет работу по восстановлению в правах. И там где-то сегодня уже, как вы знаете, есть уже успехи. Какие-то федерации сегодня уже пытаются сдать назад. Кто-то у нас на пять лет отлучил футбольную. Говорят, нет, подождите, давайте хоть на год. Ну, то есть, всем без нас плохо. Конечно. Это же абсолютный факт. Конечно. И как же быть без соперников сильных? Это же не спорт получается. Долго. Вот сейчас идет чемпионат мира по хоккее. Да и ну неинтересно. Смотри, я уверен, что там тоже зрители очень хотели бы видеть нашу команду, потому что мы это делаем красиво, играя в хоккей, например. Поэтому сейчас мы просто должны каждый поддержать их именно своим вниманием к тем соревнованиям, которые есть. Кнутри российским. Очень хорошие были соревнования. Буквально вот недавно, когда наши лыжники, вообще зимние виды спорта, они развались с нашими братьями и с белорусами. Причем там такие баталии были существенные. Я с удовольствием смотрел около телевизора. Надо вот так себя вести. А по ту сторону баррикад будут сидеть и фиксировать рекорды? Потому что какая разница, где сделан этот рекорд, он все равно является рекордом. Абсолютно правильно. Не дадут себе медаль, боже мой. Не надо раскисать. Пусть не видят, что мы улыбаемся и делаем свое дело. Растем, развиваемся. Вообще, конечно, ненависть к русским, она в последнее время очень сильно зашкаливает. Меня очень сильно расстраивает. И в какой-то степени иногда даже как-то моральный дух теряется. От кого ненависть? Вот мы берем с вами, но сейчас больше всех нас ненавидит Европа. Латвия, Литвая? Ну, слушайте, Латвия, Литвая. Ну, они по привычке. Латвия и Литвы, Костровская область. Я еще не хочу плохого про Кострому сказать. Люблю. Вы сейчас Кострому обидели так? Слушайте, я говорю это по количеству. Ну, 600 миллионов человек живет во всей Европе вместе взятые, это еще с большим плюсом. Из которых, если брать просто граждан, ну, поверьте, там большинство очень позитивно относится к русским. Те, до кого пока пропаганда там не проникла в мозг. Но есть же остальной мир. У нас 50 стран так или иначе присоединились к санкциям. Это из 200, из 196, по-моему, 54-56. То есть осталось еще 140 стран, которые думают по-другому. Это миллиарды и миллиарды людей, где вообще граждан жителей мира, которые очень хорошо к нам относятся. Почему мы считаем, что весь мир это Европа? Европа так очень быстро, вот за эти 20, 25, 30 лет, это как-то подсадило нас на иглу потребления. Для нас стало важным вот эти вот вещи о том, как ты выглядишь, какая у тебя цвета майка, а не прошлогодняя или она божья. Да это вообще же нам никогда не было присуще. Я имею в виду людям русским, которым я всю территорию Советского Союза, практически все братские народы, причисляю. Но мы вообще не такие. То есть что мы теряем? Мы вот это теряем? Да это, мне кажется, нужно плюнуть, забыть про это и вернуться к тем ценностям, которые всегда нас объединяли, к духовным каким-то вещам. Не в смысле бежать, помолиться, а хотя это тоже лишним не будет. Но духовные ценности, связи, мы забыли, когда мы общались друг с другом. Мы же вот это все, следуя за псевдо-ценностями европейскими, они нам их насадили. И вот еще давным-давно было мнение, Александр Невский, по-моему, принадлежит фраза в ответ на такую некую претензию, которую ему князья предъявляли, почему, мол, типа ты развернул страну, то есть предпочел не шведов, не союз со шведами, а с монголами, с востока, ну-ка, ближе туда. На что он отвечал, что, друзья мои, все очень просто. Востоку нужны наши желудки, то есть наши деньги, наши желудки, а Западу им нужны наши души. То есть они наши души за эти 20 лет так переделали на псевдо-какие-то ценности. И мы сейчас так страдаем, что вот мы там что-то не можем сегодня купить. Так какая же это ерунда по сравнению вообще в принципе с нашей жизнью. Жизнь, то есть вот это они. Со страной нашей. И вот эти вот 500-600 миллионов человек, которые являются 10% населения земного шара, и мы сейчас почему-то считаем, что все для нас жизнь кончилась. Господи, да отпливать бы на них. Согласна с вами. Но согласитесь, есть же тревожные звоночки, когда официальные лица, это не бабушки на скамейках обсуждают, они заявляют какие-то совершенно неприемлемые вещи, как в Латвии, например, сейчас создают организацию, которая будет выдавать справку о том, правильный ли ты русский. Но это же ненормальная ситуация. Я тут только остается вздохнуть. Знаете, вот я сейчас говорю о том, что Европа нас там, нас эти псевдоценности нам внушала, но там они внушали свои ценности. Вот эту ненависть к нам, мы, может быть, где-то и проспали это в 90-е годы, потому что в начале нулевых тоже, наверное, нам следовало бы как-то не относиться к этому как к должному. Но вспомните, у нас ведь в стране во время, например, чеченской кампании первой, второй, у нас не такой уж редкостью были публичные рассуждения о том, что вот мы неправы в Чечне. Ну, например. О том, что вот надо этих террористов, наоборот, спасать и поддерживать. Вот профзащитники у нас выступали. Это же тоже было. Было. Мы этого сейчас не помним. Но это, то есть мы не хотим это вспоминать. Это тоже было. А в это время в соседних странах, которые морально не такие, может быть, выносливые, стойкие, как мы, там работало, похоже, там такие люди проникали во власть. И у них сработало это. У них это сработало. Они сами себя в этом убедили. И выросло поколение, которое в это поверило. Вот это меня пугает. И выросло поколение, как сейчас в Украине, которое искренне в это верит. И искренне в это верит. И которое говорит, да никогда мы не были там братским народом и так далее. То есть есть и такое. Но это значит о том, что мы должны сейчас, разобравшись со своими внутренними проблемами, наладив экономику, мы все-таки должны обратить внимание на то, что нас окружает. И тоже как бы миру пытаться пожестче транслировать все свои ценности. Почему нет? Я думаю, что у нас это должно получиться и коллегам нашим из Латвии, Литвы. И тоже нам есть что-то напомнить. Но не просто напомнить, а тоже идеологически поработать в этом отношении. Тоже ведь они нам не были врагами. И при Советском Союзе. Хотя и своими, наверное, с некоторыми бывшими республиками тоже нас полностью назвать нельзя. Я когда был маленький, мы ездили с футбольным клубом играть, например, в Литву, в Латвию, в футбол. Там кожный мяч проводился. Но мы смотрели все-таки на эти территории скорее как на другую страну. Но она такая и была, другая немного. Республика, но в целом... Но мы никогда не относились к ним со злостью. Почему у них сейчас такая ситуация? Не знаю, ничего плохого Россия им не сделает абсолютно точно. Но это заграничные товарищи, да. А как быть со своими, которые сейчас ведут себя так, как будто они нам внутренние враги. Галки, возьмем Добкунаиты, Хаматова, они всехают Россию. Вот латышский режиссер Алвис Херманис, который показывал свой спектакль в Московском театре нации, он вообще договорился до того, что, процитирую, «Россия столетиями жила только толпа или биомасса. Русский психологический коктейль в большинстве случаев состоит из двух основных элементов комплекса неполноценности, мании и величия. И он объявил Россию фашистским государством». Вот как с такими бы деятелями? Ну, знаете, всегда найдутся люди, которые вот так точечно придерживаются какого-то того или иного радикального мнения. Я бы не стал по таким людям мерить нации или народы. И это не так. Ну, отшлепать их, да и ладно, ничего страшного. Но при всем при этом, еще раз повторю, если посмотреть, что нам в целом, какие ценности нам принесла та же самая Европа, да пусть к Европе отнести и Латвию. Вот что ценного они нам дали? Что гей-парады? Ну, что нам пропагандирует того, что мы могли бы от них взять зависимость, вот эту вещевую, потребительскую иглу? Ну, что ничего святого там сегодня не осталось? В католике церкви свои продают под рестораны. То есть нам на кого? Почему мы должны на них равняться? Почему мы должны равняться на этого человека, который 10 лет работал в одном из столичных театров, очень неплохо зарабатывал, а теперь, видишь ли, ему рычения не понравились, которые ходили на его спектакли, и которые, наверное, были того достойны. Ну, хорошо его, Господи, Господь всех рассудит. Пусть теперь из своей прекрасной, огромной Родины поливает нас грязью, ничего страшного. А вот можно уточнить, да, вот смотрите, а Макаревич, да, он назвал мудачьем тех, кто остался в России, все остальные замечательные, настоящие русские, они уехали. Вот что делать с таким человеком? Ну, не пойдем мы на его концерты. Пусть хорошие песни были у него. Понятия простите. Я не знаю, что с ним произошло. Если человек начнет приносить бред своей стороне, он должен за это ответить, это факт. Ну, если его вот эта злость просто выражается там вот в таких каких-то, значит, пусть даже и жестких, нехороших выражениях в адрес своей Родины, да и Господь, Господь, Бог ему судья. Поверьте мне, никто за Макаревичем не пойдет. Я имею в виду массы. Не пойдет, поэтому я бы не стал к этому относиться. Другое дело, кстати, мы не должны этого забывать. Эти люди не должны больше пользоваться теми же благами, эти люди не должны, значит, здесь зарабатывать на кревлевских концертах. Я уж извиняюсь, да. Мы тоже, и этот дань тем, кто не просто остался, а кто счел своим долгом, наоборот, жестко заявить позицию, что я за. Знаете, меня вот, когда первый пакет санкций на депутат у нас включали, значит, у меня у жены, я признаюсь, и в декларации это отражено, у меня у жены от матери, значит, доли в квартире в Болгарии. Там небольшая доля, значит, в квартире в Болгарии. Маму там с папой покупали, и вот на нее записали долю. Значит, и вот меня, и она отражена у нас в декларации, вот меня спрашивают, значит, журналисты, позвонили себе, Саныч, вот как вы что-то будете делать, вот может быть еще есть время как-то переписать. Слушайте, у меня была первая реакция, да пусть подавятся просто, будут забирать, да пусть заберут. Ну, Родину нельзя продать, это же, ну, у меня даже мысли такой не было. Не знаю, может, Макаревича там другая позиция, может, его обидела чем-то Родина, но я считаю, что мы просто права не имеем, то есть для меня это естественно, права не имеем даже подумать об этом, да, мне тоже, может быть, что-то хотелось, там, куда-то поехать, не знаю, на море, но ничего страшного. Море есть и в России. Да, конечно. Прекрасное море. Спасибо большое, спасибо, что пришли к нам сегодня в студию. Сергей Пахом сегодня был с нами, заместитель председателя комиссии парламентского собрания по информационной политике, председатель комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. Ждем вас еще раз в нашей студии. Спасибо большое. До свидания. Все. Прошу прощения, у меня какие-то были приступы кашлянистого. Ничего страшного, что мы все понимаем. Так, я сейчас скажу, что мы закончили. Продолжение следует...